До конца марта, то есть уже прямо сейчас, рассмотреть ее законопроект о защите прав потерпевших, который лежит в парламенте с осени прошлого года. И там одна из центральных идей – вывести дела о преступлениях против детей и педофилии из судов присяжных, чтобы явные преступники не смогли избежать наказания. То есть, видимо, идея цельит в том, что суды присяжных могут оправдать, могут как-то не... А так судье позвонят, и он что надо, то и приговорит. Ну да, потому что она говорит, вот там сидят люди, которые в суде присяжных, которые не обладают квалификацией, что в ладони, одно, второе. Во всем мире обладают, у нас нет. Ну да, ну да. Ну да, ну да. Ну да. Ну, да, ну да, дурах народ, оружие нельзя, присяжные нельзя. Друзья, совершенно справедливо. Во-первых, я сам был бы очень рад ознакомиться с этим законом, потому что у нас законы составляют в восторге, прежде всего, от тезиса Ленина, каждая кухарка должна уметь управлять государством. Нам проблем нет. Во-вторых, что касается судов присяжных, знаете ли, суд вообще-то представляет народ. И народ вообще-то как решил, так и будет. Из юрисдикции суда присяжных могут быть выведены преступления только одного типа. То, что проходит в линии преступлений, совершенных на уровне введения чрезвычайного положения, военного положения, то, что может являться терроризмом, то, что должны рассматривать тройки военных трибуналов. Рассматривается в 24 часа, и в следующие 24 часа приговоры приводятся в исполнение. Это когда военное положение? Совершенно справедливо или приравненное к нему. Что касается всего остального, что касается битвили, то как раз присяжные предложат их на куски развлевать. А что касается бесприсяжных, я бы хотел встретить человека, который сказал старик, я в суд уверен. Вот нет, суд честен, вот суд не халкиров. Вот суд, он говорит правду. Вот если у нас что-то есть плохого там, разного, но только не суд. Я имел наслаждение почитать запись беседы госпожи Яровой с господином Репознером. Это же одно наслаждение. Такие прокуроры нам нужны. Она объяснит, что Топтыгин меда не ел, потому что у него зубы иначе устроены. Что пчелы с медом борются, потому что у них лапки прилипают. Замечательный, замечательный человек. Вот они нам нас судят. Вот, заметьте, об этом говорили тысячу раз. Наш самый гуманный суд в мире отличается тем, что он никого никогда не обжабывает. Вот святой туда придет, и в крайнем случае он получит условный срок, или ему дадут срок, в зачет которого пойдет предварительное заключение. Не оправдывают российские суды, вы понимаете? Попасть под суд, это все равно, что попасть в тюрьму. О чем здесь может идти речь? Можете рассматривать законы? Не знаю, законы, народ менять невозможно. Тем более, что голландцев уже нельзя. Петр Первый сейчас у них не учился. У них уже все распадается. Я вам сказал, что голландцев не любят. Сейчас мы уже не учились. У них все уголовно не любят. Всех, конечно. За что? За мальность, за одноплодокие океаны, и за то, что у них все распалось. Это же воздух можно их гречу. А это не все, их все распалось. У нас духовный скреп. Это, кстати, ворот, больше, чем везде. Суды чудовищно несправедливы. Верить и ничему написанному, напечатанному нельзя. Но мы самые духовные. Вот они жадные. А мы духовные. Мы вороты больше. Но это они жадные, а мы духовные. У нас оставляют детей брошенные. Больше, чем везде, они будут в мире. Но мы духовные. А они жадные хотят наших сирот. Это очень интересное такое самоутешение. Это чисто психологический, психоаналитический момент. Такая вот компенсаторная ауту ложь, потому что иначе же невроз охватит то, что в мир происходит в доме Амбонских. Спасибо. Спасибо. Мы продолжаем. Вестивка. Государственной доме у нас есть еще партия. Например, фракция, которая, оказывается, уже в 2013 году вносила свой проект. С тем, что мы вернулись от праспорника. Нас обладает постепенно. Которая заполнялась бы пожеланий, пожеланий, или поглаздула. Вот вы ее называете словами раз. Это не я. Вы меня вы не откроете. Наскроем. Отправа. У каждого. Откроем либо законопроект. И будет вам графу. Графы национальность. Не родитесь. Наскроем. Графу национальность. Графу партийной принадлежностью. Графу военности. Графу в гостинице. Графу сексуацию. На нее клонима шексуальная ориентация. А также, основные атакометрические данные и опечатки пользуются так вот. Документы на Западе, цвет класса, размер того всего. На объёме, конечно, и сразу будет у вас как-то видно, кто чего стоит. В этом можно сразу в машиночке начинать. Это же на цвет. Знаете, может, там можно, ну, можно хотя бы на подкладочку. Хоть бы партия КПРЭ вносила какие-то реальные. Вы понимаете статьи, которые действительно можно было бы продвинуть. Потому что на самом деле педофилия была всегда, хотя она строже наказывалась, если ловили. И воровство было всегда, хотя не в таких размерах. Основная проблема сегодня, что продолжает разворовываться в небывалых масштабах, в небывалых размерах страна. А население старается всячески отвлечь от этого разворовывания. Поговорите, ребята, о том, о сем, о пятом и десятом. А мы тем временем раздербаним весь этот стабилизатив фонд, фонд развития. Переведём его в это как-то Росфининвест или как, чтобы они увели наконец это бабло. И чтобы никто не думал, что оно когда-нибудь вернётся на родину. Ну так что вот о чём мы говорим. То есть вы считаете, что фракция КПРФ, она предпочитает в части вот в этом спектакле по заборачиванию нам голов? Вы знаете, что касается графы национальности, я боюсь, что это чисто пиаровский ход, потому что значительное количество населения проголосует за, потому что национальности заводят, но всё это не имеет настолько никакого значения. Это никак ни на что не повлияет. Это судьбы страны изменить никак не может. Потому что главное, о чём сегодня говорить, это вот о происходящем в мире Евросии в контексте происходящем в мире. Потому что, помните этот чудесный лозунг? Нагазите правду на всём на свете. Пролетарии всех стран соединяйтесь. Не соединились, не срослось. Но вот олигархи всех стран давно соединились. Тезис преступник национальности не имеет на одну и ложку об этом говорили. А вот олигархи действительно национальности не имеют. Потому что родина олигарха – деньги. И интерес олигарха, как стрелка бомбаса, в ту сторону, где деньги быстрее растут. И олигархи всего мира уже объединились в транснациональные корпорации. Гоняют свои деньги туда, где они растут быстрее. Имеют виллы, яхты, школы. В одних и тех же районах мира они друг другу братья. Они защищают интересы друг друга. Но пока люди наивные этого не поймут, они не поймут, в чём дело с его... ...